Да, всё, как я делаю. Да, всё, как я делаю. Есть такие два волшебных слова, которые довольно часто возникают при разговоре о программировании, причём среди, значит, крутых людей. Как программист я к такой категории не отношу, и тем не менее, это часто возникающие термины, которые, ой, я даже, по-моему, не переименовал сегодняшнюю лекцию точно, ну и ладно, хотя нет, это правильное название. Вот эти два волшебных слова. Оба этих слова, скажем так, как правило, не имеют синтаксической поддержки в языках программирования, с заключением, не помню, синтаксической, кажется, нигде. Вот, и, хотя декоратор, может быть, имеют где-то, помимо питона. Вот, и главное, не встретиться вам, когда вы изучаете язык программирования, ну, как язык программирования, то есть сидите и изучаете его, не на первом круге его изучения, не на втором, а, как правило, на третьем. Вот, слава богу, в питоне, например, итераторы встретились нам довольно рано, могли бы встретиться еще раньше, прям рядом с функциями, потому что это, на самом деле, базовая конструкция. Ну вот, что же касается замыкания, то это, скажем так, конечно, базовая конструкция, но она, ну, такая не шкалярская немножко. Сейчас я объясню, что я имею в виду. У меня, ну, тут вот есть ссылка на Википедию, где, в общем, довольно неплохо написано про замыкание, если кто-то хочет, может почитать. А я не буду разводить теорию, я попробую объяснить это, так сказать, по питоне, нажимайте кнопочка, вот, спасибо, по питоне, то есть, по-простому. По-простому это выглядит так, смотрите, функция, любая питонская функция, это объект. Вот мы можем определить функцию, которая ничего не делает, и она будет объектом. Самым обычным объектом у этого объекта будут какие-то поля, фун, извините, да, поля какие-то, вот. Вот, у этих полей будут даже какие-то значения, я даже не знаю, какие вот, ну, не знаю, сайзов. Я думаю, что это, что это, что это, что это метод, да, это метод, он callable, так что если его вызвать, будет вот так, а если его вызвать вот так, 112. 112, это функция, ну, видимо, ее код, отъел 112 байтов памяти у питона. Вот. Самый обычный объект, единственное его отличие от других самых обычных объектов, это наличие метода call, который, собственно, и, который, собственно, и говорит нам о том, что функцию можно вызвать. Вот. Поскольку это объект, мы можем передавать его в качестве параметра в других функциях, да, ну, вот, например, написать что-нибудь такое. Как бы сделать так, чтобы он... Ну, что-нибудь такое. Вот. Что мы делаем? Мы можем вызвать функцию, передать ей функцию в качестве параметра. Ну, получим, естественно, предсказуемый результат намного. Функция это объект. Самый обычный объект, с которым можно делать что угодно. Например, ее можно по ходу дела создать. Мы можем написать функцию, которая конструирует функцию. Ну, не знаю, там... Дев. Вот. Фун от... Ну, не знаю, от одного параметра а. Ретерн а плюс один. А умножить на два плюс один, наши любимые. Если мы вызваем функцию констр... Констр... Ой, забыл. Забыл ретерн сказать. Давайте еще разок. Вот мы определяем функцию а умножить на два плюс один. И мы возвращаем в качестве возвращаемого значения эту функцию фун. О! Вот теперь мы вызываем функцию констр, она нам возвращает функцию фун. Обратите внимание на ее родовое имя. Да? Ну, мы помним, что при задании девом функции получают поле name, в котором кое-что написано. А при задании лямбдой, например, не получают. Там написано лямбда. Так вот, если функция создана внутри другой функции и потом нам возвращена, она будет выглядеть вот так. Это не имеет отношения прямого к вложенности пространства и умен, потому что пространства и умен функции function больше не существует. Но это имеет прямое отношение к, вернее, это имеет отношение, собственно, к тому моменту, когда эту функцию создали. Ее создали при вызове функции constr, она лежала в локальном пространстве имен и называлась fun. Вот. Если мы напишем что-нибудь такое, типа g равняется этот самый constr, то мы можем потом ей воспользоваться. So far, so good. То есть здесь ничего военного нет вообще. Давайте чуть-чуть модифицируем нашу функцию constr и передадим ей какой-нибудь параметр. Естественно, n. И здесь запишем нашу функцию fun. Она будет, как всегда, от одного параметра a. Но возвращать она у нас будет a плюс n. Или 2, 2, 2, a умножить на 2 плюс n. И возвратим эту функцию. Кажется, никакого подвоха нету. Собственно, что будет, если я сейчас напишу все тоже g равняется constr от 100 500. И потом вызову функцию g. Ну, скажем, от 2. Сколько будет? Ну да, от 100 500 4. Совершенно справедливо. Вот. Ничего такого, кажется, нам не произошло. А точно ли ничего такого не произошло? Давайте внимательно вспомним, как устроено пространство имен функций, вот локальные. Когда мы в функцию входим, они создаются. Когда мы из функции выходим, они удаляются. Все имена, принадлежащие, пространство имен функций constr, то бишь locals, вот этому самому locals. Вот это все, вообще говоря, очищается в момент выхода из этой функции. То есть, вот здесь вот, в момент этого ретерна, вообще говоря, все должно было полететь в лес, пойти в лес. В том числе и объект, на который ссылается имя n. Имени n больше не существует. А это что такое? У нас один раз был такой нечеткий разговор на эту тему. Я сказал, что в этом случае вот это n залипает в другом пространстве имен. Она залипает в пространстве имен функции fun. Но вот это залипает, это такая, ну, немножко, ну, сказочный оборот. Да, там, проснулся Иван Царевич, оказалось, уже, значит, 7 веков прошло. Вот. А на самом деле, на самом деле нам нужен какой-то механизм. Если вы помните, питон при определении функции не выполняет ее тело, но анализирует ее содержимое на предмет локальных и глобальных переменных имен и их присваивания. Для того, чтобы отличать локус от глобус. Для того, чтобы случайно не перебить глобальное имя, чтобы избежать сайд-эффектов. Да, если у вас переменное объявлено, имя объявлено как глобус, оно, конечно, глобальное, но если оно встречается в левой части операции связанной, значит, оно локальное. То есть, некий анализ того, как будет конструироваться пространство имен функции при ее прямо задании, при операторе DEV, питон делает. И вот здесь же питон выясняет, что вот это имя N, оно специфическое. Это то самое имя, которое к нам приехало в пространство имен LOCALS функции CONSTR вот здесь. И это для него означает, для питона, ну и для нас с вами, что в будущем произойдет залипание этого имени. Даже когда пространство имен CONSTR и LOCALS освободится, тот объект, который там назывался N, зависнет вот здесь, у функции FUN. Причем, обратите внимание, то место, где он залипнет, не имеет никакого отношения к понятию LOCALS или GLOBALS. Когда мы вызовем функцию FUN, ее пространство имен LOCALS создастся, а когда мы из нее выйдем, оно убьется. Когда мы в следующий раз ее вызовем, оно опять создастся, а когда выйдем, оно опять убьется. Очевидно, вот этот вот объект лежит не там. FUN, появляется такая щель. Собственно, понятие вот залипнет, да, застрянет в этой щели. И будет всегда доступно при каждом вызове нашей функции FUN. Где-то этот объект завис. Это место и называется closure, замыкание. Все. Вот и все объяснение понятию замыкания. Нам нужно обеспечить некое место, некое пространство имен, которое бы хранило те объекты, которые наша функция FUN видела, когда мы его определяли. И которые, вообще говоря, уничтожатся после того, как это определение произойдет. Давайте посмотрим, нет ли ничего интересного у нашей функции FUN. FUN, как это называется, G, функции G. Ага. А что там лежит? Только он, бла-бла, closure. Вот так вот, да? Это какой-то объект. Дир на него смотреть не важно, у него синдекс, то есть он, он, в нем можно производить поиск, у него есть каунт, в нем можно производить поиск, у него есть get item, то есть это, по всей видимости, этот самый, последовательность. Так что давайте посмотрим его новый элемент. Говорят, это ячейка. Окей. А что есть у этой ячейки? Допустим, A равно вот эта ячейка. О, у нее все методы, ну, судя по тому, что я вижу, это какие-то, ну, это не важно, что, что я вижу, а вот я вижу, что у нее есть целый контент. И вот давайте мы туда заглянем. Ой. Ну, то есть, собственно, как говорил в таких случаях наш преподаватель по линейной алгебре Зураблико и Шония, оказывается, в методе, ну, он, правда, говорил про линейную алгебру, оказывается, в поле Closure действительно лежит то самое замыкание, о котором мы только что мечтали. Там действительно лежит то самое число, которое мы передали функции constr. когда конструировали функцию G, Python определил, что ему понадобится где-то хранить вот этот самый объект, который приехал вот сюда и здесь лежал в пространстве имен locals. Он создал пространство имен под названием Closure. Никаких имен там уже нету. Это просто объекты с ссылкой на них. И вот нулевой объект, а их там всего ноль, я думаю, что первого нету. Вот, их всего ноль. Интересно, а Лен есть? А, вот это просто тюпль, слушайте. Это просто тюпль, ну-ка. Это просто тюпль. Ну так вот, ну, значит, у него есть длина, ну и так дальше. Все хорошо, Лен я сказал. Все хорошо, у него есть длина, он, 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 понятно. Вот этот первый, его нулевой элемент, это и тот самый нулевой элемент, который мы, собственно, и... Вот. Единственное, что тут есть какой-то дополнительный уровень косвенности, то есть, смотрите, в нашем тюпли-клоужер лежат не сами объекты, а какие-то ячеечки. Вот. Для чего так сделано, честно, я не знаю, и знать, в общем, не хочу. Я думаю, что это сделано для того, чтобы в этом замыкании аккумулировать объекты, которые на самом деле зародились в разных местах. Я потом покажу, почему они могут зародиться в разных местах, полезть в одно и то же замыкание. Вот. Но общая идея очень простая. И так, на самом деле, ничего страшного, когда мы делаем вот такую конструкцию, не происходит. Ровным счетом. Просто язык программирования должен поддерживать такую конструкцию, он должен распознавать ситуацию, когда объект, на который, ссылка на который, вообще говоря, временная и существует только во время жизни нашего вызова, превращается в объект, ссылка на который фактически она постоянная, ну, настолько постоянная, насколько все в питоне может быть постоянным. Удалим мы вот этот объект, фун, да, вместе с ним пропадет и то замыкание, которое для него было создано. И тогда этого объекта больше не будет. Ну, давайте попробуем это сделать. Значит, что там у нас? Сейчас, где-то целый контент. Вот. Давайте мы сделаем что-нибудь b равнее от import sys sys.get refcount от b 3 должно быть, 4 даже. Да? Удаляем функцию g Что произошло? Пропало замыкание, вместе с замыканием пропала ссылка на этот объект. Где-то он еще в ком-то месте залип, ну, бог бы с ним. Вот. Наверное, где-то там еще взаимосылки есть. Но то, что количество ссылок уменьшилось, говорит нам ровно о том, что где-то в недрах вот этого самого g, а именно вот здесь, лежала ссылка на наш объект. Удалили мы ее, она удалилась. Да? Ну, как бы, когда мы выполняем функцию, то идея выполняется ее код. Так. Как он интерпретирует, что n это closure по индексу 0? Смотрите, когда мы интерпретируем функцию, на самом деле интерпретируется ее байт-код. Мы в следующем семестре поговорим про байт-код. Вот. Там такой стековый язык программирования, похожий немножко на ассемблер, но работающий с объектами. Питоновыми. Вот. И в этот момент уже вполне можно работать именно со ссылками, и n просто лезет в пространство имен. Там уже написано, в каком месте искать этот объект. Вот. Знает ли он в этот момент, что его зовут n? Я думаю, что нет. Но врать не буду, не знаю. Так что в коде там все хорошо. В коде там написано ссылка просто на этот объект, с которым надо работать. Вот. Я думаю, что там даже тупо написано сходить в closure, взять отсюда нулевой элемент. Потому что к тому моменту, когда мы скомпилировали, когда мы определили эту функцию, мы уже знаем, что этот объект попадет в closure, что он там нулевой походу. Вот. Окей. Что я обещал? Я обещал показать, что closure бывают такие развесистые. Вот. Вот давайте прямо скопипастим этот кусочек кода. И посмотрим, как это все работает. А, можно, наверное, прямо так его скопипастить. Вот. Смотрите, что здесь происходит. У нас в функции f1 есть локальное имя x. В функции f2 нет ничего. Она только создает функцию f3. А вот в функции f3 это имя x используется, и тем самым залипает в ее замыкание. Если мы напишем что-то типа f равняется f1 от x, вот там 100500, наши любимые, да? Вот. f у нас будет функцией. Она, по нее видно, что она создана в пространстве имен, в локальном пространстве имен функции f1. И у нашего f1, у нашего f оказывается closure, который не пустой. Давайте честно прямо вот так вот напишем сначала, что он не пустой. И что он, значит, у него есть нулевой элемент. Что там? Цел чего-то там, да? Цел контенс. Вот. Разумеется, у функции... Кстати, функцию f3 мы даже вызвать не можем, да? А, слушайте, мы можем, мы ее можем вызвать, смотрите. Если мы сделаем вот так, то мы получим функцию f3. Вот. Вот, все так. Обратите внимание вот на это. Логично. У нас была цепочка вызовов, и создание объекта f3 произошло вон там, в конце этой цепочки вызовов. Тысяча? По-моему, по умолчанию. Ну, то есть, это вопрос стека вызовов в питоне, да? Мы вот с вами не говорили про рекурсию, просто потому что эта тема, ну, немножко... Да, но вот, ну, 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 но, рекурсия в питоне ограничена, хвостовой рекурсии в питоне нету. Вот. Есть даже отдельная тема, Гвидо и хвостовая рекурсия. Вот, довольно забавная. Ну, раз уж зашел разговор, народ стал упрекать, пришли какие-то люди, говорят, вот, в вашем языке нет хвостовой рекурсии. Фи, как это вообще неприлично. Вот. А что Гвидо говорит, знаете что, ну, во-первых, нет такого понятия хвостовой рекурсии, есть понятие концевой вызов процедур. Вставая рекурсия, это немножко такое, ну, народное понимание. Это во-первых. А во-вторых, послушайте, если я буду делать свой язык программированным таким образом, что в зависимости от порядка операторов у него будет меняться семантика, вот, ну, то есть, так написали вызов процедуры, он рекурсивный, а так он концевой рекурсивный, да, то у меня будет плохой язык. У меня и так довольно много всего тут такого текучего. Вот, так что нет, не буду это реализовать, хотите реализуйте. Тут же прибежали какие-то ярые питаницы, сказали, вот вам реализация хвостовой рекурсии из десяти строчек, ну, и там уже они отделились, пошли там, значит, друг с другом воевать, как правильно ее реализовывать. Гвид сказал, нет, я не буду это делать. Ну, вот, значит, эта самая функция FF, я думаю, что у него тоже есть closure, и у нее тоже есть, ну, все то же самое, короче. Да, видите, то есть, в результате, поскольку замыкание произошло вот здесь, при создании этого объекта, а сам объект был вот здесь, у обоих объектов, у обоих функций образовалось не пустое замыкание, и его приходится там хранить. Вот. Кстати, Они еще и разные. Ну, сама ячейка разная, да, тот объект, на который они ссылаются одинаково, естественно, а сама ячейка разная, то есть, это одна ячейка замыкания одной функции, двое, принадлежит замыканию одной функции, другая ячая, принадлежит замыканию другой функции. А что вы сравнили? Вот это, сейчас. А мы не смотрели. Ну, давайте попробуем. А вдруг это одно и то же, я вам всем наврал. И правда. Это вопрос о том, зачем это было? Да, 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 да. Что на самом деле это просто разные пространства имен, а видите, объекты оказались одни и те же. Ну, это разумно. Зря я. Зря я. Да. Ну, хорошо. Значит, так, это что касается замыканий. Какие это перспективы открывает нам? Мы можем создавать конструкторы функций. Причем, вообще говоря, не очень думая над тем, что там происходит с пространством их имен. Понимаете, да? То есть, если бы язык не поддерживал замыкание, то у нас внезапно бы возникали довольно странные ситуации из серии, а что это за имен такое, его уже давно не существует. Но нет. Но нет, в питоне они реализованы, и тем самым сама процедура изготовления функции внутри функции сообразно некоторым параметрам, совершенно штатная вещь. Понимаете, да, человеку, который привык писать на обычном процедурном языке программирования, трудно осознать тот горизонт, который перед ним открывается. Мне, например. То есть, вы вызываете функцию, а она вам возвращает функцию, являющуюся производной. От той функции, которую вы передали. Ну вот, например. Из принципа. То есть, идея состоит в чем? Что мы тем самым, вообще говоря, приближаемся к функциональному программированию как таковому. Мы можем писать... У нас штатными средствами можно создать некую функцию, глядя на параметры, которые мы передали конструктору функций. Можно это делать вложено, можно делать конструктор конструктором функций. Мы сегодня даже посмотрим на такой. Если успеем. Короче говоря, нет ничего в этом совершенно военного. Кроме вот этого соображения о том, что для понимания того, что конкретное имя оказывается в замыкании, Питон все-таки делает некоторый анализ. Определение функций. Так, что еще надо сказать? А, еще два слова про вот это все. Значит, где-то у нас тут был редактор. Нет. А был. Или я не стал делать? Я не стал делать. Я скопипастил пример. Хорошо, давайте мы тогда его скопипастим обратно. Ага, только он уже не такой. Мы его скопипастим обратно и вставим туда несколько всяких проверочных штук. Кстати, кто-то мне на лекции рассказал, что можно запускать питон минус и и дальше имя файла. И тогда у нас будет исполняться этот файл. А потом мы окажемся в заполненном пространстве имен. Очень удобно. Спасибо, я этим активно пользуюсь теперь. Давайте мы определим здесь переменную a. И здесь напишем что-то типа return a умножить на 2 плюс 1. Вот. Ну, кстати, у нас есть налицо замыкание, да? Потому что мы пользуемся локальной переменной. Ихспорт не используется, но и бог с ним, с иксом. Давайте проверим, работает ли это вообще. Так. О, видите? Вот она, f1 приехала. f равняется f1. f от 2. А, просто f. Работает. Внимание, теперь вопрос. Вот это имя a, оно глобальное или локальное? Не то и не то. Оно так называемое нелокальное, нон-локал. Оно берется не из глобального пространства имен, и не из нашего локального пространства имен, а из пространства имен, вызывающих функции. Все бы ничего, пока мы собираемся делать замыкание, пока мы к ней отсылаем, все такое. Но если мы хотим не замыкание, если мы хотим сайд-эффект, если мы хотим, чтобы у нас, хотим совсем другого, мы хотим написать функцию, которая что-то делает с этой переменной a, a плюс равно 1. Потом вызвать ее много раз. А потом возвратить это самое a, return a. Если я сейчас все запущу, ничего работать не будет. Мне коация. Я могу соврать. А как она называется? f1 называется. О, видали? Он говорит так, вы тут собираетесь присвоить какому-то имену какое-то значение, значит, это локальная переменная. А вы ее не задали. Ошибка. Так она не локальная. А какая? Не локальная. Вот. Ключевое слово non-local, про которое, кажется, пытался объяснить как-то давно, но получилось не очень. А теперь, в общем, довольно понятно для чего. То есть мы включаем сайд-эффект, но не на глобальный name space, а на name space, вызывающий функцию. Давайте проверим. Другое дело. Это первое замечание, которое я хотел сделать. Относительно ключевого слова non-local, которое в таких случаях нам надобно, когда мы должны явно показать, что мы что-то делаем с объектом, принадлежащим name space, вызывающим функции. Получается, что замыкание это типовой шаблон? Да. Да, вполне. Да. Значит, вторая хитрость состоит в том, что если мы вдруг напишем... Смотрите. Давайте все уберем, вернем нашу прекрасную... А, нет. Ой. Вот. Нет, тоже нет. Вот. Вернем нашу прекрасную, эту самую... И здесь напишем return, допустим, а. А. Нет, а плюс х, конечно. Вот. Значит, замыкание налицо. Что у нас есть... При создании переменной a у нас залипает в пространство имен... При переменной... При создании функции f2 у нас залипает в пространство имен то, на что ссылается... Объект, на который ссылается х, и это у нас замыкание. Ну, давайте проверим. Ну, да. Вот. s это функция, у нее есть closure, у нее есть нулевой элемент, и там есть целый контент. Вот. А вот можем ли мы добиться такого же эффекта, но... но не такого. и написать что-нибудь в таком духе. t равняется х, и здесь a плюс t. Внимание! Что при этом произойдет? Вообще говоря, то же самое. У нас создавца функция, которую будет возвращать a плюс тот х, который мы передали на момент ее создания. Ну, как бы, функциональность мне изменилась. Но... Давайте проверим. что там у нас. s это функция, она должна возвращать что-то такое. Да? А теперь давайте посмотрим, какой размер его замыкания. нет там никакого closure. Он known. Этой функции не потребовалось замыкания. Почему? потому что, потому что, приопис... Вот эта конструкция привела к копированию этого... ссылки на объект. Это... этот объект теперь просто называется t. Он там уже так называется. и мы ее вызываем, получаем t равно вот этому самому объекту, который мы туда передавали, инициализация залипла вот здесь. Вот здесь. Нам не нужно вынимать объект из пространства имен функции, которая нас вызвала, и создавать специальное замыкание для него. Вот это второе замечание. И последнее такое ползамечания есть примерчики. Такой Дмитрий Сошников. Вот. Написал целую кучу примеров с... с комментариями относительно того, как работают питоновские кложерс. В общем, всем советую посмотреть, потому что там реально интересно про это написано. Вот. И это была первая на сегодня тема. А вторая на сегодня тема, если не изменяет память, декораторы как частный случай замыкания. Смотрите. Да? Если у нас есть функция с ноу-логом, мы ее возвращаем функция с чем? Нон-локал. А почему бы и нет? То есть там максимально есть переменная? Конечно. Просто смотрите. Там вообще всегда так и происходит на самом деле. Когда мы обращаемся к нелокальной переменной, мы всегда обращаемся к переменной нон-локал. Просто синтаксик спитона таков, что если у вас сначала идет присваивание, то имя, которое стоит в левой операции, в левой части операции связывания считается локальным. А мы-то хотели, чтобы оно было не локальное, а такое, как раньше. Так что никакой ошибки не будет, а будет ровно это, будет создано для нее специальное замыкание. Так бы оно не было создано, так бы у нас было свое собственное имя А. Наверное, стоило это более аккуратно расписать. Давайте попробуем. А, не здесь. Не здесь. Боюсь, что этот пример пропал. Ну ладно. В общем, идея как раз именно в этом, того, что я показывал, что именно нон-локал и приводит к тому, что у нас создается клоунжер. Ну, по крайней мере, может привести. Окей. Значит, давайте определим какую-нибудь функцию, которая что-нибудь делает. Fun от A, B, C, который return, допустим, A плюс B плюс C. Прекрасная функция, которая что-то прекрасное делает, мы ее можем вызвать. Ну, там, не знаю, Z равняется Fun от 1, 2, 3. Принь Z. Вот. Все шикарно. Теперь давайте подумаем вот над чем. А если мы хотим, ну, не знаю, ну, чуть-чуть поправить эту функцию Fun, чтобы еще она нам A выводила, с какими параметрами ее вызвали, и B выводила какое значение он собирается возвращать. Вариант первый. Вставить этот принт прямо сюда. Вот здесь написать print ABC, потом придется завести еще одно локальное имя, чтобы положить сюда результат, написать print результат, а потом сделать риторный результат. Некрасиво. Давайте напишем какую-нибудь обертку, напишем функцию, которая вот так будет делаться. она будет что делать? Она будет писать у нее будет первый параметр это функция Fy, дальше позиционные параметры, дальше именные параметры. Помните, да, такой формат? Мы с вами про него говорили. Вот здесь у нас тюпль позиционных параметров, здесь тюпль этих самых именных параметров. Это если в общем случае писать такой враппера. Ну, дальше она сделает что? Она сделает print этот самый ну, не знаю, врап. Вот эти все параметры. Можно и саму функцию есть, ну да ладно, пускай будет, опять не на ту кнопку нажал, пускай будет только параметры. Дальше она скажет res равняется F от всей этой ерунды. Дальше она скажет print врап же res и вернет этот самый res. Вот мы написали функцию обмотку, которая теперь если ее обмотать вокруг этой штоки врап fun раз два три там точка лишняя, да? вот если обмотать вокруг этой штуки будет F спасибо будет нам делать искомую искомую что не так? А лишняя скобочка будет делать искомую вот все хорошо хорошо до них не очень во первых нам пришлось перекривить вот эту строчку у нас был вызов функции fun с параметрами раз два три а теперь мы вызываем ну понятно поменялись местами функция стала параметром окей давайте пойдем чуть более хитрым путем определим функцию которую называем назовем f dec от функции f но возвращать она будет новую функцию def fun от что у нас там ну вот от этой всей ерунды нет не от этой вот от этой всей ерунды естественно новую произвольную функцию которая произвольная функция будет стоять ровно в том в чем у нас было значит написать вот так минуточку вот так ну короче вот это все зря я тут зря надо было бы просто так скопировать и вот сюда вставить вот только вот так и здесь написать return fun что получилось мы мы создали конструктор функции который вызвал исходную функцию обратите внимание на замыкание вот эта штука приехала вот сюда вот мы создали конструктор функции который взял исходную функцию обмазал ее отладочной выдачей и собственно вызвал ее а это собственный вызов теперь мы можем написать чуть более чуть более красиво мы можем писать вот так по крайней мере у нас по крайней мере у нас передача параметров осталась передачей параметров да вот какие мы передавали параметры функции fun такие параметры мы передаем функции вот этой обмотанной что да fdc спасибо давайте мы не так сделаем давайте мы сделаем вот так здесь было так а тут напишем еще y какой-нибудь равняется fdc вот fun и вот так по-моему по-моему это должно работать да все хорошо и то и то работает закомментируем ну окей все конечно хорошо но мы все равно пришлось нам все равно пришлось наш вызов функции fun то место где происходит этот вызов волшебным образом преобразовывать представьте себе что у вас есть код d код и в нем сто пятьсот вызовов этой функции fun и вам припало ее взять и таким образом значит раскрасить чтобы она вот обернуть в эти самые выдачи что мы делаем ну мы делаем совершенно простую вещь мы делаем мы делаем так мы делаем новую функцию или даже не так мы делаем мы делаем fun равняется fdec от fun а уже потом вызываем fun от разу три ну там z равно да у нас было да вот так о обратите внимание что вот это надо сделать только один раз при этом имя fun начинает указывать на новую функцию которую мы здесь конструировали вот на эту вот давайте для простоты переименуем чтобы тут не было namespace clash функции ты и здесь тоже это неважно все вот и всякий раз когда мы вызываем это имя имя fun да всякий раз вместо исходной функции fun вызывается вот эта декорированная функция да давайте посмотрим что ааа скобка давайте посмотрим со скобкой о it works смотрите закомментировал эту фигню ой ну ладно закомментировал эту фигню раскомментировал эту фигню вот осталось только навести немножко синтаксического сахара который избавит нас от вот от вот таких вот волшебств в чем недостаток этого волшебства смотрите мне бы хотелось заранее знать что функция fun вот эта самая где она тут вот эта у нас обернута декоратором с точки зрения того синтаксиса который здесь написан который вот мы видим да мы сначала должны определить декоратор потом должны определить функцию fun а потом только произвести операцию обертывания вот это последнее потом только произвести операцию обертывания довольно неудобная вещь мы глядя вот на эту функцию не знаем что она задекорирована а то что она задекорирована мы узнаем аж вот отсюда Поэтому после некоторых непродолжительных дебатов в питоне был принят вот такой синтаксис. Вот это мы убираем. А вот здесь пишем, что там, fdec. Что то же самое, что вот это. За одним исключением, которое достаточно тяжело реализовать текстово. И поэтому это вошло в синтаксис. У нас понятие, что функция декорирована, предшествует текстуально. Собственно, определению функции. В остальном это вот ровно то самое, что написано в 21 строчке, где у меня сейчас курсорчик стоит зеленый. В чем еще одно большое достоинство? Мы не манипулируем пространством имен. То есть у нас в текущем пространстве имен сразу приезжает функция fun. Я тут пропустил один момент, когда мы декорированную функцию называли не fun, а чем-то еще. Но главное, конечно, что вы сразу понимаете. Вот у нас есть декоратор, и это значит, что вот эта функция fun будет работать не только так, как в ней написано, но еще и так, как приписывает декорат. В реальности это просто конструирование новой функции из старой. То ли всем все понятно, то ли в этом месте вот этот вот сдвиг человека, учившего Паскаль, он понятен мне лично. Я тоже вот в это... Здесь все очень просто, но вот не всегда это укладывается в голове. Итак, на самом деле мы просто написали функцию, конструирующую функцию. Но поскольку нам хочется сэкономить пространство имен, поскольку нам не хочется модифицировать код, и поскольку нам хочется знать о том, что функция декорирована в момент ее объявления, а не после ее объявления, есть вот такой синтаксический сахар. Вы, кстати, можете налепливать декораторы прям друг на друга. Писать здесь, допустим, еще какой-то декоратор. Вот ровно так. Ну, он должен быть определен, конечно. Давайте только слово декоратор на всякий случай вот так напишем. Не, 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 не так. Он должен новую функцию определять, да? Dev fun. А, ну, господи, давайте лямбду какую-нибудь. Лямбду... Нет, лямбду не получится. Ну, хорошо. Dev fun. Ну, короче, вот, придется вот это все переписывать. Хорошо. О! Где? Что я сделал не так? А, да, естественно, там ноун вернулся. Хорошо, что вы следите. Это какая-то фигня. Да-да-да-да-да. Это я просто с клавиатурой не справился. О! Видите, она закуковала у меня. Вот. Убираем этот декоратор, допустим. Это дыщ. Кстати, не знаю, что получится. Все хорошо. Получаем ку-ку еще, но не, да, функцию. Ну, вот, вот, вот. Да? Можно на декоратор, на весе декоратор? То есть, в нашем случае на функцию f, декора. Можно, конечно, а почему нет? Декоратор – это просто функция. Более того, мы сейчас так и сделаем. Ну, вернее, нет, мы сделаем не так. Значит, да, декоратор – это просто функция, вы можете делать с ним что угодно. Прежде чем… Нет, давайте сделаем действительно. Значит, смотрите. В чем идея? Значит, еще раз, да, давайте вот здесь остановимся, потому что вроде бы вещь абсолютно простая, но человеку с мозгами, испорченной фортраном, например, мне, это несколько трудно было осознавать. Окей. Давайте попробуем вот что. Ну, придется новую писать. А, тут уже есть, значит, три. Что? Громче. Потому что мы два раза вызвали эту функцию. Вот. Раз куку, два куку. Оба плюхнулись в муку. Результат-то выводится вот здесь. Да, 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 нет, все нормально. Просто, ну, да. Давайте следующую. Значит, давайте, у нас есть декоратор. Ну, не знаю. У него есть параметр, скажем, n. Ну, это такой параметр. Мы хотим, чтобы... Сейчас. f, да, значит, вот обычный декоратор у нас поменяется к функции, а здесь еще вот так. И мы хотим, чтобы у нас выводилось, ну, допустим, множить на n, и потом уже ретюрн не так. Звездочка, что там? Звездочка a, n, две звездочки a, p. Наоборот. Здесь n, здесь p. return f от звездочка. Позиционный звездочка именный. Fun. Что я делал не так? Что-то я делал не так, слушайте. Там, значит, идея в чем? Что у нас... Мы это так просто сделать не можем. Мы это так просто сделать не можем, поэтому нам придется... Ну, понятно, у нас синтаксис не позволяет. Если мы напишем декоратор от чего-то, это будет вызов этого объекта. Смотрите, сейчас покажу. Какой у нас способ? Вот этот, да? Вот. Когда мы пишем вот здесь декоратор, мы говорим так, это объект fdec. Если мы хотим ему передать параметр, это значит, что мы его вызовем. То есть мы вызовем функцию, которая что-то вернет. И это что-то, что она вернет, будет являться декоратором для функции fa. Ну, значит, у нас должен быть конструктор декораторов. Вот. Сейчас мы его создадим. Значит, я не уверен в правильности синтаксиса, надо будет потом поглядеть. Так. dev dec2 от f. Вот это уже настоящий декоратор. Здесь будет вот такая фигня. а здесь будет return дек2. Так. Дело на свой старых риск, потому что я не помню твой синтаксис. Надо было подглядеть заранее, но я что-то забыл. Только n. Точно. Вы подглядели. Окей, да, я понял. Потому что мы должны сгенерировать этот декоратор, да, а потом уже, да. Хорошо, давайте попробуем. Ну, по идее, да. Так, dev fun от там a print a безо всяких а, нет, давайте return 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 a умножить на 2 плюс 1, конечно же. Вот. z равняется fun от 42 print z. Это у нас пока все хорошо. Не очень хорошо. Я забыл две точки поставить. Вот. Норм. А теперь давайте попробуем ее задекорировать декоратором нашим. Deko от 10 ну, 10 много. Четырех. It works. Спасибо. Мы что сделали? Мы сделали конструктор декоратора. Зачем нам конструктор декоратора? Чтобы иметь возможность передать ему параметр. То есть, это не заранее готовая функция, да, которая будет декорировать нашу функцию fun. А функция, которая вернет функцию, которая будет декорировать нашу функцию fun. Вот. Опять же, с точки зрения с точки зрения ну, синтаксиса, это все настолько прозрачно, что, видите, даже у меня в голове были сомнения, а у вас вот их не было, да, вот. Потому что, ну, очевидно, да, мы вызвали функцию deco, она пожевала-пожевала и вернула функцию dec. Эта функция dec используется как декоратор вокруг функции fun. Собственно, что и произошло. Тут, как бы, вопросов нет. А вот в том, чтобы научиться так думать, есть некоторый челлендж. Скажу сразу, основная фишка, конечно, декораторов, это декорирование методов в объектном планировании. И есть целые фреймворки, ну, например, Django, которые пользуются декораторами просто в хвост и в гури. У вас есть понятие веб-запрос. Вы шмяк, приклеиваете к нему декоратор авторайзет. И у вас веб-запрос превращается в веб-запрос, которому нужна проверка authenticated, точнее, которому нужна проверка логина и пароля. Если она уже была, он спрашивать не будет, а если не было, заранее спросит. Вот. Ну и так дальше. Вот в Django это прям сплошь и рядом. Вот. Главная идея состоит в том, что вы программируете логику той функции, которую вы хотите, а то, что сделано до вас, наматывается вокруг нее с помощью декоратора. Вот. Ну, реализация вот такая. Вот. Попробуйте сделать проще. Я думаю, что проще, в общем, довольно трудно. Примеры. Примеры декораторов из RealLife. Давайте попробуем попроще какой-нибудь пример сначала. Да? Есть пример. Короче, есть библиотека для Титона, которая делает ботик серебромский. Ага. Они там юзают декораторы просто очень сильно. Потому что? Потому что им нужно обрабатывать... Ну, короче, приходит сообщение в боту, и в зависимости от функции, которая, ну, которая сравнивает, там, какое сообщение пришло, команда и что-то. Ага, ага. Она как бы выводит... Ну, функция, которая будет это обрабатывать. То есть это обработчик, по сути. Ну, то есть обработчик сообщения, который декоратор. Вот это. Смотрите, мой вопрос был очень простой. Это классовая модель? То есть там это... Это... Это над методами классов такие извращения делаются. Над функциями. Над функциями, да. Вот. Или это просто стенделон функций, просто они так обернуты в разные декораторы. Потому что если с классами, то все понятно. У вас, как бы, вы определяете новый класс, который делает что-то. Что он делает, пишете вы. А все остальное, да, заматывается в декоратор, готовые. Это, ну, как бы, отдельно стоящие функции. Отдельно стоящие функции. Обрабатывают по сути сообщения. Ага, понятно. Ну, и тем не менее, да, то есть для вас уже приготовили декораторы, которые сделают всю, всю работу по разбору, по разбору телеграмовского протокола, да, а вам нужно только с контентом работать, который к вам приедет. Ну, вот так, да. Значит, давайте какую-нибудь простую фишку покажу с декораторами и с стандартными. допустим, у нас есть класс С, вот, и у нас в ней есть метод, ну, под названием метод, только дев ему надо сказать, да, в котором, естественно, написано self, написано, значит, вал, и, значит, да, ну, есть поле вал, естественно, вал, то есть 100500, да, и, значит, здесь мы пишем return, return, что там, self.val, все хорошо, за исключением, то есть, ну, этим можно пользоваться, конечно же, ну, не вопрос, мы ради этого пишем на питоне, вот, смотрите, что не так, надо было минус и в другое место поставить, вот так, да, ну, заведем, да, так, ц, точка метод, все честно, что, 3, 100500, а зачем тогда ему был, извините, зачем тогда вот это, нет, вот так, вот, все хорошо, при этом, делаем новый объект, все прекрасно, делаем, b равняется, ну, допустим, b.val равняется, ну, скажем, 42, все шикарно, тут 100500, тут 42, где он тут, ну, ладно, сам, а что, если я хочу обращаться к полю класса, у нас есть, в общем, один способ это сделать, всегда ходить к полю класса, объявлять его вот там, вот, вот, вот здесь вот, говорить, что мы ходим не к self.val, а вот туда вот внутрь, вот, но есть способ гораздо более интересный, написать так, класс метод, только не здесь, а вот здесь, да, да, и здесь тоже самое self, давайте мы здесь напишем еще print self, так вот, для интереса, и здесь напишем print self, return self.val, я, кстати, тоже не уверен, я этим давно не пользовался, и вполне возможно, я что-то не так сделал, но мы сейчас проверим, что там, метод, все очевидно, да, значит, self это объект, типа c, вот, и у него, ну, понятно, да, давайте теперь попробуем вот так, опа, декоратор класс метод, привел к тому, что вместо self, в наш метод приехал его тип, ну, то есть, класс его, видите, да, что там произошло, ну, очевидно, что там произошло, там взяли, значит, обычный метод, обернули его в обычную функцию, которая, значит, первый self, который к нему приехал, берет от него type, и в таком виде передает дальше, все, то есть, на самом деле, декоратор класс метод, совершенно несложный, но, согласитесь, вот всю вот эту вот машинерию реализовать на питоне, просто ради того, чтобы написать метод класса, довольно неудобно, а написать вот так вот довольно удобно, да, то есть, фактически, мы написали функцию, в которой был self, он являлся обычным питоновским объектом, да, и передавался туда нормальный объект, но завернули ее потом в класс метод, который, значит, этот self берет от него type, и в таком виде вызывает наш метод. Вот, есть еще понятие static метод, он этот self просто удаляет. Метод. Д. Д. Х. Вот так. Похоже, что так. Даже не знаю, что написать. Будет работать как функция просто. Видите, у него вообще нет, нету, нету, вот этого проксирования со вставлением первого элемента вообще. Давайте, кстати, посмотрим, какого они все типа. Вдруг этот метод просто функция, не знаю. Кстати, не уверен, я думаю, что это просто будет метод, у которого первый элемент выкинут. Так, давайте посмотрим. Для начала, для начала давайте, да, значит, что у нас там. С точка, класс метод нам выдаст значение элемента класса, С точка, с метод, с метод, нам выдаст куку, все хорошо, даже несмотря на то, что мы нашему методу С метод передали в качестве первого значения self, да, но он же передается автоматом. Вот, теперь давайте посмотрим, посмотрим, какого он типа. Да он просто функция. Сравним с класс метод и с просто метод. Видите, да? Идея состоит в том, чтобы декоратором класс метод, то есть идея более сложная, чем мы думали, не просто удалить первый элемент и вызвать наш метод так, а вообще вместо в метода вызвать соответствующий метод класса, вызвать эту функцию С метод. Мы же помним, что в классе хранятся функции, мы их только видим сквозь, сквозь объект, когда вызываем. Вот. Ну и последнее на сегодня. Это декоратор, который, ну, которого я очень ждал давно, потому что, помните, мы проходили эти, как их, дескриптор. Дескриптор протокол довольно простая штука, но, ну что значит простая? Ну, ну мы помним, что это такое. Мы должны написать класс специальный, давайте вспомним, а это уже было, значит, пять. Должны специальный класс написать, который будет, который будет определять, как минимум два, лучше три метода, get set, get, что там у нас, кто помнит, self, объект, класс, да, класс, вот, ну не знаю, v равняется, нулю, self.v, напишем здесь self, чтобы не это, не выпендриваться, вот, потом set и delete, да, def set, set, self, объект, значение, по-моему, в конце, давайте почитаем, по-моему, в конце, ну может, ну, слушайте, у меня память не очень хорошая, сейчас все увидим, господи, да, return, а что возвращать надо, ничего не надо возвращать, ничего не надо, не надо возвращать, написать self в точка v равно v, да, def delete, который ничего не делает, кстати, я когда про них говорил, я говорил, что можно написать redonly, redonly descriptor, что set будет либо исключение бросать, либо ничего не делать, можно исключение бросать, а, все, запись запрещена, вот, про исключение не говорил, ну и delete, ко-моему, да, object, ничего, вот, и тогда мы можем писать, тогда мы можем писать, что-то типа класс c, у которого будет p равняется disk, да, кажется так, по-моему, это все, главная отличительная черта дескриптора, что он не включается, не присутствует в этом самом в дикте, потому что является полем, потому что он является полем класса, и вообще, если мы напишем d равняется c, то у нас внезапно окажется одно поле на всех, мы это тоже проходили, ну вот, зачем я про это вспомнил, я это вспомнил вот для чего, я это вспомнил для того, чтобы сказать, что на самом деле есть более простой способ, сейчас, вот, тут примерчик у меня нету, есть примерчик, это декоратор, вот property, давайте сходим, сходим, сходим по ссылочке, декоратор property, который сделает вот что, он нам создаст специальный объект, давайте я сейчас вот, вот, прямо рядом напишу другую картинку, значит, класс d, класс d, ну не знаю, там выравняется нулю все тоже, дальше мы описываем геттер, мы описываем геттер прямо здесь, вот, и обмазываем его декоратором property, в результате у нас получается, давайте подглядим шпаргалку, вот, первый из вот этих методов, вот этот, property, здесь дев, что угодно, да, x, а, он должен называться x, естественно, property будет x, x от self, и return self.v сейчас у нас готов так называемый non-data дескриптор, то есть дескриптор, у которого определен только get, вот, а нам нужно еще определить set, как его определить? и вот тут начинается некоторое разгрот и шатание, если бы мы могли property передать еще несколько параметров, а мы можем, кстати, да, мы в принципе можем передать декоратору параметры, тогда мы могли что сделать? могли бы вызвать этот property, а он бы нам насоздавал сразу из трех разных функций, насоздавал бы этот самый, насоздавал бы дескриптор, но это некрасиво, потому что где-то нам надо сначала объявить эти три разные функции, потом внезапно шмякнуть вот этот декоратор, это не по-нашему, не по-декораторски, понимаете, да, мы собственно от этого хотели убежать, когда придумали декоратор, чтобы у нас был декоратор и то, что мы декорируем, декоратор и то, что мы декорируем. Внимание, у нас есть три метода, которые мы должны описать, а задекорировали мы только один, геттер. Какой выход? Придумайте еще два декоратора, которые будут декорировать сеттер и делитер, но это же будут не просто сеттер и делитер, это будут сеттер и делитер вот этого самого нашего декоратора x. Поэтому мы пишем так. x точка кажется сеттер или сет, давайте подглядим, сеттер. И это будет декоратор, который будет определять сеттер, да, x от селф, назывался он может быть как угодно, ну, например, x, что там, x x точка v равняется v ну, и x точка делитер, в котором не будет не происходить ничего. да, 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 да. It works. Вот. Такая вот штука. В чем разница между вот этим и вот этим? Исключительно в том, что логика поведения нашего декоратора описывается не где-то сверху, вот тут, а прямо в нашем классе. Собственно, для того, чтобы совмещать содержательную часть, описываемую нами функцией или метода, с заранее известными свойствами, которыми мы хотим их также наделить, и придуман декоратор. С точки зрения количества строк, в общем, совершенно равномерно. Но здесь, мы глядя на класс С, мы видим, что это просто какой-то экземпляр класса ДЕСС, и должны еще понять, что это декоратор, что там в нем какие-то, значит, свойства, что он делает и так дальше. А вот здесь мы объявляем прямо класс ДЕСС, в котором прямо говорим, а у нас есть проперти Х, вот она создается. Возвращает значение оно вот это, заполняется оно значением вот так, а удаляется оно вот так. То есть, с точки зрения читаемости, вторая картинка намного более разумна, чем первая. Единственное, к чему надо привыкнуть, и что надо немножко просечь, да, это почему здесь написано проперти, а здесь написано сетер и гетер. Сетер там нужно написано, конечно. Спасибо. Спасибо большое. Хорошо. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Да, вот может быть там 0, поэтому был данный, не должен был быть. Давайте еще раз посмотрим. ДЭНС. 0. Нет, все, все так. Вот это, кстати, вопрос, который я сегодня, ответить на который я не могу. Надо поисследовать, я не знаю, почему тут 0. А вот функции, они обязаны на одинаковую активацию? По-моему, нет. По-моему, вот это Х, вот это Х, вот это Х уже неизвестно что. Но, опять же, врать не буду, надо почитать. Понятное дело, что, смотрите, вот из всего этого описания следует, что вот это Х со всей очевидностью значимое, вот это название Х, потому что у нас проперти будет называться Х. Да? А вот из этого описание следует, что про Х мы уже все знаем, что он называется так. Поэтому, может быть, здесь так не надо делать. Я не знаю. Давайте это повесим и вопрос этот вместе посмотрим. Можно просто поставить эксперимент. Вот. Мне кажется, что на сегодня у меня все. Мне кажется, что на сегодня у меня все. Давайте посмотрим, может быть, в документации встречаются еще какие-то декораторы. Думается мне, что даже если они там встречаются, ничего более подходящего, чем то, что мы видели, мы не найдем. Давайте посмотрим. И мне просто вспоминается, что внутри библиотек питомских тоже, в общем, довольно часто используются декораторы. Ну, это всякие хитрости. Это тоже хитрости. Это модуль. Класс метод мы с вами видели. Ну, видимо, нет. Окей. Давайте вот что. У нас осталось пять минут. Потратим их на то, на что мы, может быть, не сможем потратить следующую лекцию. У нас довольно плотный план на следующую лекцию. На разговор о том, что мы не успели узнать про питон за этот семестр. Значит, про сам язык программирования. Во-первых, мы не рассматривали понятие метакласса. Конструкторы объектов у нас уже есть, но ведь классы тоже являются объектами. Значит, должны быть конструкторы классов. Они называются метаклассами, у них есть некие хитрости специфические. Но местами они настолько специфические, что это требует отдельного обсуждения. А главное, это требует более или менее хорошего владения, собственно, объектным планированием, чтобы понимать, зачем это все. Буквально в последние пару лет в питоне бурно развивается работа с асинхронными кусками кода. И если еще полтора года назад я мог с легким сердцем говорить, что есть такой модуль Async.io, и у него есть специальный протокол, и вы можете воспользоваться этим модулем, чтобы как-то подготовить почву для распараллельнения ваших задач, не распараллелить, только подготовить почву, сделать так, чтобы у вас некоторые куски кода выполнялись синхронно. То усилиями некоторого количества людей последний нынешний питон обзавелся синтаксическими конструкциями для обозначения асинхронных кусочков, асинхронные методы, асинхронные генераторы, асинхронные циклы, даже асинхронные циклические сборки, асинхронные итераторы. Соответственно, все это требует осмысления, и разговор про это, возможно, даже больше одной лекции займет. Или он займет одну лекцию, но ее надо специально подготовить так, чтобы у вас была возможность посмотреть дальше. Вот. Поэтому я это решил отложить на следующий семестр. Вот. У нас вообще не было разговора про стандартную библиотеку модулей, а между тем, ну, то есть я про нее упоминал, конечно, но вот вскользь. А между тем, там есть вещи, про которые стоит знать, когда мы изучаем питон. Вот. У нас был далеко не полный разговор про просто стандартную библиотеку, то есть про то, какие функции вам доступны с нуля. И этот пробел мы чуть-чуть закроем в следующий раз. У нас в следующий раз разговор про работу с файлами. Почему-то мы вообще не говорили про работу с файлами, хотя вроде бы считается, что когда вы изучаете язык программирования, обязательно надо научиться писать файлы и читать из файлов. Вот. И тогда же будут примерщики, в следующий раз будут примерщики пары модулей, которые при этом нужны, просто чтобы понять, как ориентироваться вот в этом многообразии модулей стандартных, которые идут, и как ориентироваться чуть дальше. Вот. Мы совсем не рассматривали кишки питона, вот связанные, допустим, с тем байт-кодом, который генерируется, о котором я сегодня упоминал. Мы не рассматривали понятие интроспекции, например. Вот. Я даже не обещаю, что все из того, что я сказал, прямо все-все-все будет в следующем семестре, потому что вопрос в том, насколько это, ну, поучительно, как мне кажется. Вот такой примерно резюме прошедшему семестру. У нас осталось одно занятие. К следующему занятию я буду знать списочный состав всех, кто может приходить на экзамен. Вот. У нас, как я понимаю, мнения разделились, и экзамен 22-го могут сдавать не все. Вот. Соответственно, нам придется либо назначить другую дату, либо еще что-то придумывать. Ну, в следующий раз тогда этим займемся. И мы будем знать, сколько у нас народу, мы будем знать, значит, кто хочет на экзамен, кто не хочет. Ну, вот это все. Вот. Если какие-то есть вопросы вот по этой волшебной штуке, задавайте, ну, кажется, вы кому надо уже задали, но тем не менее. Если нет, то всем спасибо, значит, встретимся в следующий раз. Вот. До новых встреч. До новых встреч.